Мы рассмотрели основные элементы библиотеки NumPy, и сейчас давайте рассмотрим базовые возможности библиотеки MatPotlib для построения графиков. Больше примеров и больше возможностей вы можете найти, если пройдете по ссылкам, которые здесь указаны. Мы же рассмотрим самые элементарные вещи. Первым делом подключим функции из библиотеки MatPotlib, и для того, чтобы было удобнее к ним обращаться, более короткие записи использовать, мы подключим из модуля PyLab сразу все. Далее давайте заведем два массива одинакового размера, массивы x и y. Массив x будет содержать числа от 0 до 5, а массив y будет содержать квадрат каждого числа из массива x. То есть мы можем вывести эти массивы, увидим, что в первом массиве, например, первый элемент это 0, соответствующему значению в массиве y, это 0 в квадрате, тоже 0. Дальше следующий элемент 0,5,5,5, и соответствующему значению это число в квадрате, получится 0,30,86 и так далее. Давайте теперь построим график для этих точек. То есть точка у нас представляется парой x и y и, где и это какой-то индекс. То есть, ну, например, там x1, y1, это как раз-таки получается точка с координатами 0,5,5,5 и координаты по y 0,308 и так далее. Как мы строим этот график? Используем функцию figure, дальше используем функцию plot, которой передаем параметры x и y, это значения массивов одинакового размера. И указываем параметр, как рисовать линию. Мы будем рисовать линию красным цветом между любыми двумя соседними точками. Дальше указываем, что метка для оси x будет называться x, метка для оси y будет называться y. Укажем заголовок графика, он будет title и, наконец, вызываем функцию show для построения и графика, чтобы посмотреть, как он выглядит. Итак, запустилось, тут появляется окошко с графиком, с картинкой. И тут наглядно видны все элементы title, x, y, оси, точки. Каждые точки у нас, в наших массивах было 10 точек, тут все соседние точки соединены прямым отрезком. И это отрезка красного цвета. То есть выглядит это все как такая одна сплошная линия, но на самом деле это 10 точек и отрезки между ними. Есть возможность нарисовать этот график непосредственно в ipython ноутбуке. Для этого используется такая директива matplotlib.inline. В начале строчки процент указывается. Тогда, если мы все те же самые команды запустим, абсолютно то же самое, что в предыдущей ячейке, то теперь у нас этот график построится прямо на нашей странице браузера.